Глеб, хватит ей столько сладкого, у тебя скоро калис начнётся. Нет, не начнётся. Это ещё почему? Потому что я регулярно посещаю детского стоматолога. И чем же он отличается от обычного? Я всё тебе объясни, да покажи. Ну ладно, уговорила, пойдём за мной. Детская стоматология – это целый раздел стоматологии, который занимается лечением зубов и полостью тар у младенцев и до подросткового возраста. Первые месяца после рождения у детей появляются первые молочные зубы. А к 6-7 годам они начинают выпадать. Именно поэтому очень важно в любом возрасте посещать стоматологов и следить за состоянием зубов. Ну что, готова? К чему? К встрече со стоматологом? Слушай, а может не надо? Надо, надо. Знакомьтесь, самый добрый и улыбчивый стоматолог в Якутии – Дарья Арсеньюк. Интересно, а взрослые так же боятся зубных врачей, как и мы? Зубной боли боятся, я думаю, все одинаково, потому что, к сожалению, в те времена, когда мы были детьми, стоматология детская немножечко отличалась от той, что есть сейчас. Но и к взрослому, и к ребёнку мы находим свой подход. Как рассказали нам врачи, первое посещение стоматолога должно проходить у детей в 6-7 месяцев в возрасте, для того, чтобы оценить, по возрасту ли развивается прикус, как прикреплены уздечки, правильнее ли идёт прорезывание зубов. Я знаю, что теперь есть много методов лечить зубы без сбор машины, правда ли? Это, скорее всего, всё-таки именно по поводу лечения дойдёт до нас в будущем. Сейчас для того, чтобы лечение было без боли, скорее существует много препаратов, для того, чтобы это происходило безболезненно. И также работа стоматологов, она направлена на профилактику стоматологических заболеваний. Поэтому, если заболевание выявлено на ранней стадии, то и лечение для пациента будет очень комфортным. Работа детского стоматолога, она в первую очередь направлена на профилактику стоматологических заболеваний, в том числе на профилактику заболеваний именно постоянного взрослого прикуса. Потому что своевременное лечение детских молочных зубов, оно приводит к тому, что уже у ребёночка формируются хорошие, постоянные прикусы, здоровые зубы. Вот видишь, дети это маленькие и взрослые, чьи зубы тоже нуждаются в особом уходе, даже в оттененном детском стоматологе. И вправду. Слушай, а ты чего это опять конфеты ешь? Дай-ка мне одну. Ай, слушай, тебе нельзя. Это почему? А вдруг я карус начнётся. Спасибо за просмотр!